На сегодняшний день разработана концепция снижения расходов бюджета Сланского муниципального района в результате объединения муниципальных образований. Соответственно, это несколько этапов реформы, которые предусматривают снижение данных расходов. Мы находимся с вами на первом этапе и говорим на сегодняшний день об объединении сельских поселений на территории Сланского муниципального района. Что сегодня в этом направлении сделано? Выскотским сельским поселением была выдана инициатива по объединению трех поселений. Это Черновское, Выскотское и Новосельское. И данная инициатива была направлена в Советы депутатов Черновского и Новосельского поселения. Первоначально инициатива Черновского поселения была выдана Сланскому городскому поселению для объединения. Но в связи с тем, что поступило обращение Выскоцкого поселения, данное обращение стало неактуальным. Поэтому была пересмотрена концепция и принято решение все-таки объединить сельские поселения в одно муниципальное образование. Также в Черновском сельском поселении инициативу поддержали. На сегодняшний день прошли публичные слушания в Выскоцком и Черновском сельских поселениях. Население на сегодняшний день поддерживает объединение данных поселений. Единственное, что у нас на сегодняшний день осталось, это проведение публичных слушаний в Новосельском сельском поселении и, соответственно, Совет депутатов. После этого, если действительно мы на сегодняшний день принимаем решение и население поддерживает инициативу объединения муниципальных образований, то данные решения направляются в законодательное собрание Ленинградской области, где выносится областной закон. И, соответственно, принимается решение о объединении данных муниципальных образований. Что вообще подразумевает под собой реформы органов местного самоуправления? Мы на сегодняшний день говорим о том, что для населения это не должно не сказаться никаким образом. То, что прописано в 131-м федеральном законе, это пошаговая доступность к органам власти, она так и остается на местах. На сегодняшний день губернатор Ленинградской области подтверждает и оставляется штатная численность работников администрации порядка 90%. То есть здесь идет сокращение. Единственное, что глав муниципальных образований планируемые, которые работают на территориях. И, соответственно, это будет один глава муниципального образования, глава администрации и, соответственно, заместитель, который будет работать по объединенным территориям. Соответственно, что мы еще имеем? Мы имеем укропненное муниципальное образование, территории, бюджет и, соответственно, уже более привлекательное для привлечения инвесторов на данную территорию. То, что опасается на сегодняшний день население, то, что не будет администрации, как будет работать транспорт и так далее, я еще раз повторяю, что это на жизни населения на сегодняшний день никак не отразится. То есть это будет именно реформа органов власти.